Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать и показать покупки, которые я сделала в стоке. Я обычно, конечно же, рассказываю о своих покупках в секонд-хенде, но некоторое время назад, буквально три недели назад, и сегодня я сделала достаточно удачные покупки за очень небольшие суммы. Я этому рада и хочу поделиться своей радостью с вами. Новость номер один. Я решила, что я хочу попробовать ходить в бассейн. Плавать я умею. Я так думала от того, как состоялось мое первое занятие. Сейчас же я понимаю, что я очень многого не знаю, мне очень многому нужно учиться, и этим я и буду заниматься. Но для того, чтобы ходить в бассейн, на мой взгляд, комфортнее всего это делать в слитном купальнике. Цены на слитные купальники меня отпугают, потому что стоят в интернет-магазинах 600 гривен, а в моем городе его просто не найти, либо он стоит 1000 гривен. Мне этот вариант не подходит. Мне очень понравились некоторые купальники, слитные в интернет-магазинах киевских, но они стоят 600 гривен. А если мне он не подойдет? Ну и как-то, мне кажется, все-таки это большая сумма для купальника, потому что там же минимум ткани, только нужно об этом подумать. Это действительно должна быть недорогая вещь. Я решила отправиться в стоки, хотя мне было немного сложно. Я думала, вдруг это стоки, это вещи из секонды, я там куплю себе купальник, ужас-ужас. Но я внимательно все смотрела. Там, где плавочки идут, заклеенное место, то есть видно, что купальник никто это не носил. И тадам! Вот он мой купальник. Розовый, я не специально подбирала его под цвет волос, не думайте. Я рада, что мне посчастливилось купить вот такой вот купальник, слитный купальник. Честно, мне повезло. Стоит он всего 150 гривен. Я считаю, что за 150 гривен такой купальник, это очень крутая покупка. И если мне понравится еще что-то, я, конечно же, смогу купить себе. Просто теперь я буду знать, что у меня есть вещь, которой я могу ходить заниматься. И как бы на время какой-то свои поиски оставить. Но хочу с вами поделиться своим небольшим открытием. Если вы будете покупать купальники в стоке, возможно, вы сможете сэкономить деньги. Получилось так, что когда я увидела этот купальник, я изначально смотрела другой размер, с меньшей чашечкой. Я почему-то подумала, что он мне подойдет. Не знаю почему. Когда я померила этот купальник примерочно, я чуть не задохнулась, потому что я из него просто вылезти не смогла. Все сдавило, как бы он мне не подходит. Потом я увидела такой больший размер. Дело в том, что в стоке очень часто бывают модели разных размеров, одной линейки, одного цвета вот такого. И я брала самый маленький себе купальник, но он мне не подошел. И так получается, что тот купальник, который я мерила, отдельно плавочки были. Потому что вот этот купальник идет как плавочки. То есть у вас практически слитный купальник, но он все-таки раздельный. И там плавки, низ и верх купальника, они продавались, кажется, за 100 и за 150 гривен. То есть в сумме бы это было 250 гривен. Когда я купила купальник, я увидела, что на этом большем размере стоит ценник 150 гривен всего. Я спросила у девочки-консультанта, как бы это все нормально, то есть он 150 гривен стоит. Она говорит, да. Честно, я обрадовалась, потому что в моем случае это была экономия 100 гривен на пустом месте. Я не знаю, почему и как это действует, но мне повезло. Поэтому, если вы хотите найти себе классный купальник, необычный или слитный, я вам советую искать в стоках. И, конечно же, смотреть, они там должны быть новые. У меня было достаточно напряженные два месяца. И вот эти вот два дня я отсыпаюсь, я сплю до 9 утра и мне нормально. Сегодня утром в 9.15 где-то меня разбудила смс-ка из секонд-хенда, в котором я обычно тарюсь. И там было написано, что глобальная распродажа на втором этаже 80% скидки. Я подумала, да ладно, люди, я, кому же заходила на распродажи, и мне там ничего не понравилось, потому что вещь стоит 500 гривен, а скидка на нее 50 гривен, и вещь стоит в итоге 450 гривен. Мне это не подходит. Но в этот раз, когда я зашла, я очень сильно удивилась. Весь, просто столько людей было на втором этаже, там есть стоковый отдел. Я не знаю, как будто бы это самый горячий день в секонд-хенде, просто не протолкаться. Некоторые полки с обувью были пустыми, но я нашла неплохие балетки. Я хочу с вами поделиться своей покупкой. Вот так они выглядят. Скажу так, что вот эти вот золотые штуки, это не моя мечта, но так как у меня вообще нету балеток на эту весну, на это лето, я поняла, что это неплохой вариант. Ну и стиль милитари мне, конечно же, всегда импонировало, просто если бы они не были такими золотыми, было бы намного лучше. Мне идеально они подошли, надеясь, что они не будут слишком жесткими, и я смогу в них ездить, когда мне нужно будет брать их в поездки. Я купила, я даже для вас специально сохранила ценник. Скидка 40%, изначально они стоили 180 гривен, я за них заплатила 108 гривен. Я считаю, что это круто, и это находка. Я видела там еще некоторые шикарные просто балетки, черные, кожаные, и они по мне обошлись 150 гривен, но они на два размера больше, чем мне было надо. А у меня, я вам сейчас скажу, какой размер, у меня пятерка, кажется, и на этот киндом, да, пятерка у меня размер, и понятно, что там было, кажется, 8,5, но я все думала, может быть, они мне подойдут. Нет, они мне не подошли. Я немного расстроилась, потому что я видела, мне нужны были именно черные балетки, не синие золотом, а черные, и поэтому я понимаю, что мне нужно будет все продолжать поиск, искать дальше балетки под свои темные красные наряды, которые у меня есть, с которыми нужно будет надевать на разные мероприятия. Если у вас есть какие-то крутые покупки в стоках, обязательно говорите, мне интересно, кто что дешевое там покупает, и, друзья, если вы любите распродажи, если вам приходит смс-ка такая на телефон, или вы видите, что проходит распродажа, обязательно идите, потому что в этот раз я просто удивилась. Я пришла в магазин где-то в пол одиннадцатого в одиннадцать, и там уже очень много раскупили. Сейчас, с этого дня, я, конечно же, если у меня будет возможность финансовая, я буду следить за такими вещами и что-то себе на них покупать. Субтитры сделал DimaTorzok